Привет, с вами Лорк, и это вторая часть видео про Катапульты. Не знаю, если честно, уместен ли этот ролик, смотря на его хронометраж, и вспоминая проблемы из первой части, но я так подумал, а почему бы и нет? Первая мини-игра, как ни странно, Замботания. И на удивление, с первой попытки у меня не вышло её пройти. Зомби, стены, орехи оказались сложными. Хорошо, что со второй попытки вышло пройти, но и в ней мы тоже были близки к проигрышу. Боулинг. Но вроде на Катапульты это не похоже. Игровой автомат. И здесь Катапульты нету. Да тут вообще из-за атакующих растений, кроме Горохострелов, ничего нету. Дождь из растений. Тут Катапульты игра почти не даёт. Эх, уже какой ролик не пройти нормально эту мини-игру. Но ничего, когда-то, с каким-то челленджем, я смогу её пройти. Ну и ещё одна мини-игра, в которой нету Катапульт. Невидимые коли. Вот тут, наверное, мало кто знал, но есть Катапульта. А именно, Кукуруза. Но она так редко падает. Две-три кукурузы за весь уровень. Этого определённо мало. Собери звезду. Наверное, уже многие знают, что я скажу про эту мини-игру. Из челленджа в челлендж почти ничего не меняется. Собирал звезду и защищался попутно только Катапультами. Зомби-аквариум. Четвёртая мини-игра, в которой нету Катапульт. А вот сразу и пятая по счёту. И шестая. Капец, как много зомби. Порталы. И тут их тоже нет. Какая-то уже мини-игра без Катапульт. Ну наконец, мини-игра с Катапультами. А точнее, с Арбузом. Но, видимо, я рано радовался. Как же их много. Ради интереса я, конечно, взял ещё тыквы, стены орехи и магнита грибы. Но даже так не вышло пройти. Вот прям капельку не хватило. Удачи на Бобслие. А вот это уже очень интересно. Не представляю, как это проходить. Но попробовать стоит. Ну вроде не всё так плохо. Тактика понятна. Теперь осталось надеяться на удачу. Чтобы в самом начале шли только Бобслиисты. Во, наконец. Тот спаун, что нам и нужен был. А дальше уже и проблем никаких не было. Мини-игра, зомби-лёгкий и зомби-быстрый. Помню, вам понравилось, когда я в ней быстро говорил. Поэтому и сейчас буду быстро говорить. Как-никак, это быстрая мини-игра, где всё идёт быстро. И тактика в ней очень простая. Арбуз, арбузы и немного кукурузы. Фух. Бить зомби. Собственно, за столько видео я до сих пор не понял, можно её засчитывать или нет. Ведь предметы из челленджа мы зачастую здесь не имеем. И просто бьём вот этой штукой зомби. Последняя битва. Вот никогда не понимал смысл этого названия. Ведь впереди-то ещё четыре мини-игра. Так где же она последняя? Ну и на удивление, она оказалась не такой-то и лёгкой. В первой попытке я решил посадить два ряда арбузов, ледяных и обычных. И как я понял, это было большой ошибкой. Это неэффективно, и смысла от этого не так уж и много. Из-за чего мы и проиграли. Угадайте кому. Правильно. Футболисту. И сделав уже тактику какой-то такой, всё получилось. Кукуруза реально крутая. Замботания два. И почему-то прошлась она даже легче, чем первая. Как так вышло, сам не понимаю. Вторая часть паулинга. И логично. Раз в первой не было арбузов, то и тут не будет. Пуку вечеринка. В ней одного арбуза на линии хватает с головой. Не понимаю, почему многие называют эту мини-игру сложной. Как по мне, она более чем лёгкая. Ну и последняя мини-игра в этом ролике. Мейс Доктора Замбосса. В ней я делал всё, что и в прошлом ролике. Но для тех, кто не видел его вдруг, повторю. Только катапульты здесь не справляются. Да и что выйдет сделать, когда он сделает вот это? Или заспавнит карагантюра. Правильно. Ничего. Поэтому без перца и льдинового гриба не обойтись. Их мы использовали, чтобы убивать зомби и контрить его умения. А вот сам урон по нему уже наносили катапульты. Ох, и как же это долго и скучно. Наконец-то. Итоги. Я думаю, даже смысла нету подводить. Итак, всем всё понятно. Да и по статистике на ютубе, я-то вижу, что мало кто их смотрит. Но тем, кто досмотрел до этого момента, огромное спасибо. Надеюсь, вам видео понравилось. Ну и всем пока.